Вот так выглядит гостиница Отель Керч В таком Здании, достаточно вроде как Симпатично, ухожено, по крайней мере Как мне кажется Прикол в том, что мы сейчас хотели зайти в какой-то магазин Один, вот только магазин Работает до 10 вечера С 9, вода Что там написано? Еда, вода Все остальное работает до 6 С 9 до 6 вечера С 9 до 6 Памятник кому-то Кому думаете? Князь Глеб Гостил когда-то здесь В общем и кафешку нам девушка Что-то не могла подсказать, где что есть Ну, найдем, я думаю, что тут Если что, у нас есть номер Там какая-то доставка, чего-то, еды какой-то До этого не дойдет Да, напротив, вот Здесь такая аллея Написано Морской вокзал Туалет Самое главное Но Не работающий До 6 Туалет до 6 Морской вокзал Ну, посмотрим хоть на набережную Регулярные морские пассажирские сообщения Ничего не написано Ничего нет Ну, честно говоря, у нас этот город Вообще изначально был Не как место для отдыха А место для ночевки Хотя, наверное, сегодня мы могли спокойно Ехать до Как он? До Судака, да Ну, что-то мы тут в Керчи Решили остановиться Потому что есть что посмотреть Не в самом городе А около него Поэтому В том году останавливались В Тамане Там еще где-то В Слоянске На Кубане В этом году вот решили Остановиться В Керчи Какие-то такие Как это называется Трактор Трактор Как они, да, называются Буксиры Или не знаю, что это Акватория Акватория Медуза Вон какая Огромная Плавает Смотрите Прямо Большущая Прямо Я не знаю Как у вас на кадре Но она реально Большая Прямо Большая Медуза Пахнет морем Но купаться Нельзя В ту сторону Да, она сказала Да Это вот Доки Где-куда Загоняют сюда И их ремонтируют Там Короче У нас тоже На реках Такие же стоят Только чуть поменьше Так Ну ладно Давайте тогда Вот эту историю Все перейдем На ту сторону И Не будем Вот на это Обращать внимание И вот на это Портит себе настроение Мы приехали сюда Отдыхать И остановились Здесь на время Самое главное Что меня сейчас Беспокоит То, что Это и с вами Не поздоровался Я даже Ситану Своим Беззубым Ортом Всем привет Керчи В общем Остановились Доехали Ну вы прекрасно Наверное Аналогически Понимаете Что видео Выходят Там Где-то Раз в день А Видео Снимаются По 2-3 В день Поэтому Если у меня Было бы Просмотров Хотя бы По 500 С Двух Там с половиной Тысяч Подписчиков Если бы Если бы По 500 Не смотрели Видео То я бы Выкладывал Каждый день Вот я заснял Выложил Заснял Выложил Заснял Выложил Мне так проще Чем копить Потом монтировать Заливать Хранить В телефоне В телефоне Места не хватает В общем Поэтому Селья Ви Как говорится Я не то Что прямо Злой Злюка Крюка Я знаю Что есть Такие зрители Которые меня Смотрят Которым Хочу Отдельно Передать Привет Всем вам привет А еще Я хочу Передать Привет Ирине Мыловой А хочу Передать Привет Свете Буковой Хочу Передать Привет Наде Что за Чудес Хочу Передать Привет Алле Наталье Бабуле Мамочке Пашной Мамочке Леониду Якубовичу Рите С Олесей И всей Вашей семье Огромнейший Привет Роме Матвею Наслышали На историю Про арбузы Вот Короче Ну В общем Всем 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 Огромный Привет Просто Знаю Что Света Нас ждет Что мы будем Передавать Привет Надя Тоже Сказала Что я буду Смотреть Это наша Соседка Вот Ну и Там Всем остальным Кого перечислил Просто Вы не обижайтесь На меня Что я Кого-то Вдруг Забыл Это Просто Так Скажем Индивидуально Потому что Напишите В комментариях Кому Передать Привет Я прямо На листочек Буду передать Привет Буду передавать Привет По очереди Вот Поэтому Всем Огромнейшее Спасибо Кто смотрит Кто Пишет Комментарии В особенности Потому что Когда Ты делаешь Какое-то Дело Что-то Да И когда Ты понимаешь Что есть Какая-то Ответочка То конечно От этого Хочется Еще больше Снимать Хочется Больше Творить Хочется Больше Показывать Поэтому Не скупитесь На ваши Эмоции Не скупитесь Говорить Спасибо Если Вы уж Нас Смотрите Ну Мы будем Стараться Показывать Что-то Интересное Хотя Мне кажется Неинтересного У меня На канале Точно Не бывает Сам Себя Не Поквалит Кто Поквалит Тебя Так Что Идем Дальше Гулять По Керчи Так Вышли На Главную Аллею Площадь Керчи Здесь Есть Интересные Такие Исторические Сооружения Но Они Почему-то Вот Видимо Какой-то Дворец В лесах Закрыт Здесь Какое-то Здание Тоже В лесах Закрыто Самая Главная Достопримечательность Вот за этим Зданием Это Гора Метридат Вот Не знаю Попадем Туда Или Нет В общем Там Лестница Очень Высокая Туда Добираться Если только На машине Надо будет Посмотреть Можно Туда Попасть Или Нет С этого Места По Историческим Данам Было Первое Поселение Вообще На полуострове Крым Были Первые Раскопки Найдены Первые Остатки Останки Людей На Этой Горе А сейчас Там Есть Остатки Городища Это конечно же Стелла Посвященная Великой Отечественной Войне Ну и конечно же Как обыкновенный Наш Русский Советский Город Без Владимира Ильича Ленина Ну и Российского Флага Конечно же Идет Тут Реставрация Полная Тут Что-то Все Переделывают Все Все Закрыто Наверное Что-то Восстанавливают Будет Тут Круто Церковь Очень Красивая Такая Историческая Мы Вообще Идем Вообще На море Нам сказали На набережную Но что-то Мы куда-то Мне кажется Все-таки Все туда Идут Ну пошли туда Нам сказать Что там Где-то Здесь Есть Набережная В общем Мы куда-то Идем Сами Не знаем Куда Ну От этого И интересней Такая Сейчас Мы Выйдем С вами Вам покажу Церковушечку Как она Выглядит Такие Пока Лайт Пока Лайт Будет С Керчи Видео Потому что Компоновать Не знаю Получится Или нет Смотрите Красиво Красиво Ребята Не знаю У меня опять Провоцируют На какие-то Штуки Короче Вот такой Катер Ходит До Крымского Моста Часов до Одиннадцати Вечера Можно поехать До Крымского Моста Самая Говорит Девушка Сказала Суперские Кадры И т.д. И т.п. Не знаю Удастся Там вообще Что-то Заснять Или нет Но прокатиться Я не знаю Надо подумать Вышли на набережную Здесь есть Такое Не знаю Что-то Бунгало На причале Сделаны Шиша Называется По-моему Там написано Шиша Отель Я тебе говорил Который С внутренним Ну вот эти Вот эти 12 Ага А там Внутри Ну вот За 7000 Ага Ну за 14000 Как бы Никого Почему-то Нет Один номер Только Вон Горит Свет Вот здесь Нам Не другое Да Нам нужно Тут переночевать В общем Ладно Подумаем Стоит вам 800 рублей Она сказала За эту штуку Ну Люди Кстати Садятся Надо посмотреть Насколько он быстро поедет Потому что В Ялте Такие гоняют Просто Переворачиваются Лихачат В общем Там Во все Набережная Ухерачили Паш Меня вырвет Ты что С ума сошел Что я там Кончу И кончусь И то и другое Очки кривые И то и другое Одновременно Ты что С ума сошел Посмотри Посмотрите Я в Ялте Я в Ялте Не пытался Не дай бог Ты что Ой нет 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 С ума сошел Посмотрите Что он делает Вообще Практически Лежа ездит Смотрите А если Не дай бог Что Посмотрите Я думал Типа это как Прогулочного Прогулочного Пароходика Ну я то уже Пенсионер Павлик То что Конечно Счастливые Сырые И молят Бога Спасибо Что мы живые Остались То что У меня такая Аппаратура В руках Телефон Ты же можешь Без аппаратуры Ага Пойдемте Чуть-чуть Пройдемся Посмотрим Что тут Еще есть Вот там Крымский мост По которому Заехали Вот по этой Дороге Черноморе Двухпалубный Теплоход Только что Сделали Объявление Это Гора Митридат Двухпалубный Теплоход Прогулка Экскурсия Музыкальное сопровождение Работает бар Это вот то что для меня Приятно Вас будет сопровождать Приятная музыка Поэтому уж извиняйте У этих даже Не будем спрашивать Сколько стоит Потому что Ее нужно содержать Не только Себя Но и вот эту Этот агрегат Эти яхты Ну Ребята Насколько Говорят Все-таки Керчина Не настолько А? 800 рублей Ну так Ему нужно Эту группу Насобирать Взрослых И детей Ага За 800 Ему только Отшвартоваться За эти деньги Вот там Где-то Собирают группу Сейчас мы там Посмотрим И это Пони Попой стоит Я честно говоря Это Как называется Хочется вроде как Есть А Кишечник говорит Что еще нельзя Ну набережная Конечно Так себе Да То есть Ну отличается От Ялтинской Конечно Ну отличается Почему? Потому что Явно тут есть шторма И все это Конечно Забрасывается Весной Зимой Все таки Это же Морской город Единственный Минус То что Здесь Люди Видно Что они Приезжие Да Отдыхающие Но Странно Что они Где они Купаются Все Ездят на машинах На такси Я не знаю Как 21.00 Время Сколько? У меня Кстати Ребята Не работает Интернет Как назло У Паши Главное Работает Он подключил Все Мы не стали покупать В этом году Никакие дополнительные симки У него Мегафон Подключился С меня Деньги списали И нихрена Не работает Представляете Как обычно Все Все через задницу Мне Как всегда Все Везет Сейчас Мы посмотрим Черноморье Теплоход Двухпалубный Он где-то тут Стоит А вон По-моему Подсветку Уже Включили У моста Синенькая Как раз 21.00 Посмотрим И не надо Будет завтра Ехать туда На машине На 10 часов Как раз Я подойду Не знаю Насколько реально Такие дни Реально будут А это гора Митридат Единственное Что я запомнил Про Керч Митридат Лестница Митридат И гора Митридат Так душно Когда мы ехали В Краснодаре Была опять дождь Такой Мы когда вот поели Потом вообще Невыносимо было Я даже кондиционер Включил Потому что Было невыносимо Вот это испарение Началось И здесь видимо Тоже был дождик Потому что лужи И Дышать как будто Нечем Влажный воздух Теплый Вот тот самый Теплоход Не могу Комфортабельный Теплоход Подошел Вышли оттуда люди Ждем Уже правда так темно Не знаю Что-то будет видно Или нет Нам самое главное Посмотреть С вами Крымский мост В освещении Все остальное Море Мы с вами увидим В других местах Надеюсь Что Там тоже будут Морские прогулки Ну и Под самый конец Нашего отпуска Мы вернемся В Ялту В Ялте будем Конечно же В нашей любимой А здесь еще Вот видите Видимо Еще советская Постройка Прыжки в воду Были Такой небольшой Огражден бассейн Посадочные места Зрительские И вышка Где как раз Теплоход стоит Единственное Потому что Потому что Тот же самый Молодежный Пляж Пляж Девчонка Сказала Что Молодежный Называется Он просто Молодежный Называется Как там Как А ну понятно Ну в общем До него До ближайшего Ехать Говорит Минут 20 А пешком Полтора часа Говорит Скажет о самых Главных фактах И достопримечательностях А это Гора Митридат Музыкальное сопровождение Также На борту Работает Бар Есть Столики С собой Можно взять Все Что вы Пожелаете Все Кто желает Отправиться Вместе с нами Нужно Пройти в кассу Которая Находится Возле Причала И там Дальше Продолжается Набережная Паша Говорит Но мы там Еще не были Потому что Там есть Колесо Обозрения Дальше Поэтому Ну посмотрим Когда я на карте Смотрел То есть Ни раз не был Букинга Нет Ну Немножко сложнее Это все было Искать И Когда я бронировал Смотрю Что рядом море Думаю Ну значит Морской опоры Значит Можно как бы Рядом Туда Другие друзья Напоминаю Что буквально Через 9 минут Возвращается Ну да Мы там Просто Никак не пройти Там просто Все перегоржено В ту сторону Мы пошли Сначала От гостиницы Получается В левую сторону Хорошо Что там Встретили Девочку Местную Она там Работает в магазине Зашли к ней Она нам Сказала Что в ту сторону Вообще Смысла особого Никакого нет Идите в другую сторону Мы пошли в другую Какая-то Типа промзона Да Ну вот Этот вот Теплоходик Мы уже на Пристане И вот С Набережная Вот так вот Выглядит С горой Митридат Я сейчас Достал Этой горы Митридат Ну вот Ну честно говоря Отдых Такой Так скажем Ну совсем Совсем Простой Все конечно Компактно сделано Хорошо Красиво Но Вижу море Да Вижу море Но невозможно Туда никак Попасть Вот Поэтому Вот это Та самая Вышка И здесь Где-то Плавала Медуза Уже все Плавала Вон оно там Не видно Вам наверное Будет Так что Так Ребятки Вначале Экскурсию Немножко Обор Ну в принципе Наш мост А два сантиметра Больше Оказался Все хорошо Правильно Правильно Перед стройкой Еще наичательно Сделывались Дейсмическую Активность В Хершинском проливе С учетом Полученных данных Мост построен Таким образом Что способит Выдержать Девятибалльное Землетрясение Одно из решений 760 шок-трансмиттеров Своего рода Левнии безопасности Которые позволяют Пролет Транспортного Перехода Незаметно Дым Ушать Сложим И возможную Нагрузку Не все Байтались В автобусы Сошлетом Чичик Чичик Издает Особенно Старые автобусы Это И шок-трансмиттеры Стали так Что даже временные Мосты Выдержали доход В феврале С 2016 Года А в просторе Крымский мост Не менее 100 лет Интересно Что будет Подробно Наверное Кудово Знаете Являясь Единственным Средством Сухопутного Сообщения Крыма С материковой Частью Фактической Территорией Российской Федерации Крымский Мост Относится К стратегическим Объектам Первой категории А почему Чрезвычайно Строго Охраняется От воздушных Атак Транспортный Переход Ощущает Собственная Система ПВО Представленная Полной Линейкой ЗРК От панциря До развернутого Феодосии Дивизиона С-400 От тарана Крымский Мост Ощущают Отройники И как раз Видно Немножко Выше Немножко Нише Наших Апорт Такие Линейки Если Видите Хорошо Если Не Видите Подойдем Умите Посводок Мосту с моря И суши Контролирует Отдельная Бригада Росгвардии При поддержке Пограничных Войск И противодиверсионных Отрядов Черногорского Флота А пожар Росгвардия Особенно Когда она любит Рядышком С нами Проезжает Наскачает Очень сильно Со стороны В сторону Я хожу Люди И успокаиваю Что мы Не перевернемся И спасательные Жилеты Нам не понадобятся Понадобятся Разве что Если купаться Пойдем Это все Будет Хорошо Так Мы завтра Поехали На машине То красоту Мы это все Не увидели Это однозначно Так что Хорошо Что у нас Что мы поехали И нашли Такую Экскурсию А мост Какой длинный Посмотрите Это В ту сторону Керчь А в ту сторону Длинный Длинный Это в сторону Тамани Бело-синий-красный Подсвечивается Как флаг России Сейчас подойдем Поглиже Я еще раз Вам покажу Просто экскурсовод Берет Мне кажется Что ее совсем Не слышно Потому что Ветер сильно Дует Наш пар Спасатель По нашей Ихотографу Ее зовут Селем Брошу Любите Желать Берет Свою Ручку Подо Ружье И сейчас Возрежник Асфотограф Совсем близко К Керченскому мосту Но единственное Было сказано Что будет играть Очень хорошая музыка Но такая музыка Конечно Вы слышите Что играет Что это Вообще Да Но Что-то Вы включили Не знаю Регулаксирующий Или еще что-то Но Для того Чтобы смотреть Грюнский мост Созерцать А Играет Какие-то Не понять Чего Короче Так Ну что Красота Конечно О еще что Неописуемая Близко Очень Около Керченского моста Интересно Смотрится Красиво Но повторюсь Что если бы Поехали На машине Конечно Мы этого Ничего не увидели А с моря Конечно Красота Неописуемая И Это запомнится Надолго Хорошо что мы Нашли эту экскурсию Мост Огромнейший С моря Смотрится Вообще Просто Единой Огромнейшей Полосой Но арка Конечно Потрясающая Конечно Подсветка И Машины Видно Как ездят Если бы еще Поезд Пошел Было вообще бы здорово Но К сожалению Ни поезда Ни обещанных Дельфинов Мы не Видим Так Ну ладно Мы посмотрели с вами Это И я буду сейчас Отключаться Потому что Музыка орет Во всю И в ваших колонках Так же как в моих ушах Наверное полное Безобразие Давайте мы На этом Экскурсию На Крымского моста Ночного Закончим Потому что Это Безобразие Как музыка орет Здесь конечно Это не Не по моему Как минимум Ну вот Совсем ребята Близко мы С Крымским мостом Единственное Но музыка Конечно Трэш играет Поэтому Перед этим Видео Которое было Там два Я поставлю Без звука Потому что По другому Заглушить Вот этот Тор музыки Будет невозможно Ну В общем С галочка Поставлена Мы были рядом С Крымским мостом С моря Буквально В трехсот метрах От него Но Красота Конечно Неописуемая В словах Как тебе понравилось И что понравилось Что нет Понравилось Лежу Море Мост Все положительно Все положительно Но у меня Есть отрицательно Мне честно говоря Тоже все очень понравилось И Такой приз Морской был И Экскурсовод Хорошо говорила Девчонка Ну Молодец Вообще Единственное Что я бы сказал Наверное Когда она Закончила Рассказывать Про Мост Нужно было Включить Ну Какую Знаете Типа Ну Это Мой режиссер Мое режиссерское Видение Что-то Типа Энигмы Или какая-то музыка Саксофон Еще что-то Не знаю Джаз какой-то Просто тихая Спокойная музыка А лучше Оставить людей Наедине с морем Потому что Когда музыка Закончилась Дикие песни Натали И тому подобное Между музыками Становилось Настолько тихо Шум моря Бриз Это просто Вот Больше ничего Как мне кажется Туристам не нужно Потому что Все эти дикие песни Вот здесь сейчас Можно набережной Потанцевать Побухать Кому что нужно А Ну А все остальное Просто круто Мост вообще Замечательный И Такой длинный Со стороны Все это видно И видно И Где мы с вами были Как он называется Кучугуры И Тамань Видно В общем Замечательно Замечательная экскурсия Вот единственное Что вот С музыкой Еще она так громко Это все включила Ладно Мы просто Как-то это лейтмотивом Было А это Такое Все просто Выделялось Вот что значит Нет режиссерского Режиссерской подготовки Главное Что в этом сценарии В этом представлении Было Это Крымский мост Это море А не песни Натали Или песни Как это там Зовут Я радовался Не знаю Ну у каждого Своё Я же говорю Своё впечатление Он сказал Своё Вот этот мужчина Сказал свои впечатления Хотели втюхать нам Фотографию Почти втюхали Почти втюхали Но потом я За 600 рублей За 800 За 600 Я сказал Что не надо Куда Горю Нам Семейная пара Поставим Куда-то Ну Хоть бы По две Как бы Предлагали Говорит Ну я мог Вон еще Распечатать Я говорю Что за 1200 Уже Я говорю Нет ушки Договорили Что скинет На этот На Как называется На почту Фотографию Все что Вставлю Видео Ну где-нибудь здесь Или отдельно кадром А была там Одна блогерша Мы вроде Друг друга Фотографировали Давайте я вас Фотографирую Я вижу Что вы мучаетесь И надела Блять Такие фотографии Вот здесь Я вам сейчас покажу Сбоку Если я не забуду Их прикрепить Это просто трэш Вот такая бородища Головы нет Вот такое Пузо Во весь Во весь объектив В общем Жуть полная Как из фильмов Ужасов Я никогда Себя таким страшным Давно не видел Или не видел вообще Ой Короче вот Ладно Все закончилось Потрясающе Вечер практически Сейчас мы пойдем Где-нибудь Что-нибудь перекусим Прогуляемся Ну На набережную Я думаю Навряд ли Что мы сюда еще придем Может быть Что-то завтра Но я думаю Снимать здесь По сути дела Нечего Не знаю Попадем На гору Митридат Или нет Потому что Достался На гору Митридат Вот Кстати Она сзади меня Вот она Кто еще не видел Не понял А вот Если на машине Былому туда подняться Можно было Там потрясающие виды А вот Ну по горе По самой По этой лестнице Очень далеко Высоко подниматься Есть что другое Посмотреть Поэтому посмотрим Что будет А пока Спасибо всем За просмотр Лайк Комментарий Репост